Приветствую всех зрителей моего канала. Сегодня мы с вами отправимся в Киргизский хребет, в ущелье Алмалы, где находится бывший пионерский лагерь Рассвет. Специально для вас я подготовил мини-обзор. Возможно кто-то из вас ездил сюда когда-то отдыхать и вам будет вновь приятно посмотреть на знакомые места. В общем ребята, следим за выпусками, впереди будет много интересного. Итак, поехали! Располагается бывший лагерь примерно в 35 километрах от центра города Тарас. А начнем наш путь от Джамбульской Гресс. Все ссылки на координаты мест будут в описании под видео. Едем все время по главной дороге. Доезжаем до села Козыл-Кайнар. Проезжаем все село также по главной дороге. Едем в сторону села Жасуркен. А если вы вдруг сбились с пути, можно узнать дорогу у местных жителей. Они вам с удовольствием подскажут, как лучше проехать. После села Жасуркен выезжаем на горную асфальтированную дорогу. И по прямой она нас приведет до поворота налево. И вверх по дороге мы выезжаем к лагерю Энергетик. Вот за этим бугром в лагере Энергетик находится. Да, тут дорога раздолбайка стала вообще. Да она и была тут раздолбайка. Вот он сам лагерь. Вот сюда въезд. Ох, е-мое, там короче, смотри, что. Там целая погранзастава, короче, парни. Походу, наверное, нас не пропустят сюда. Лошадки идут, смотри какие. Не, ну проедем? Да, да, идем. Да? Ну да. Смотри, сколько лошадок. Красавицы все-таки. Ну да. По 250 тысяч долларов и нет. Каждая. Итак, ребят, мы подъехали к погранзаставе. Дорога прямо перекрыта. Поедем по дороге левее. Хочу отметить, что в 2017 году меня не пропустили до лагеря без специального разрешения, которое выдавалось в МВД Республики Казахстан. Вот такие красивые пейзажи. Там вдалеке Кировское водохранилище. Оно находится на территории Киргизии. А там бывший лагерь энергетик, где я в детстве отдыхал. Даже не знаю, работает он сейчас или нет. Но скорее всего не работает. Хочется в горы проехать. Водопады посмотреть. За лагерем рассвет. Ну, сейчас все поменялось. Пограничники поставили. Не знаю. Сейчас поеду, посмотрим. Пропустят, нет? Так что машина не хранит. Пойдем, идем. Давай подержу. Че, бензин ходит? Вот это у нас случилась вообще сексуальная тема. Просто. Мы сейчас будем заводить машину. Опа. А что он не давал? Нет, нет. Не, нет. Нагрелся. Нагрелся. Это тряпка есть? Просто тряпка. Ну, чайку, на чайку, на чайку. А мне, я понимаю, вода есть? Вода есть. Давай. Сейчас, давай. Давай, капот открывай. Бензин, что-то нагрелся. Насос, да, перегрелся? По-любому. Я тоже думаю. В общем, все хорошо. Мой друг быстро разобрался с проблемой. Машина завелась, и мы стартанули дальше в путь. Деньги у меня вообще жесткие. Черт, волк. В общем, вот такие вот приключения, чтобы доехать до лагеря Рассвет. Сейчас вот под такой дороги едем ранчик. Ездили вот по той дороге, которая за ограждением пограничной. Вот какая-то есть дорога на нашу сторону. Не-не-не, подожди. Все, русские не сдаются. Вот она дорога, это чуть-чуть, короче, она осталась. Как показано на карте, основная дорога перекрыта и уходит за границу. Поэтому нам пришлось ехать вокруг по гранд-части по новой объездной дороге. При этом нас никто не останавливал, как в 2017. Погнали дальше к нашей цели. Вот такие у нас просторы в городе Казахстане. В городе Казахстане много, чувак. Масса, масса. Только все это вот в таком состоянии. Это дерево раньше живое было, помню. Вот это. Сейчас все, как киртык. О, табличка. Она козылкой нарчит. Ну, охотничье хозяйство, скорее всего. О, смотри, спуск. В ущелье. Я, Рома, не сядь за руль. Я бы сейчас, я бы вон там был. Да, ты не торопись, Рома. Не тороплюсь, вообще, я кайфую. Я просто сильно кайфую. Я хочу воду нарвить, весь пацан. Ну, там вода есть, потому что вон. Вода, да, но она вся там, на Киргизии. Смотри, яблоко. Яблони, да? Можно. Ну, вот все, что осталось от дороги. Когда-то была асфальтированная. Сейчас вот такие вот колдобины остались. Барашечка. Салам алейкум. Давай, давай, барашечка. Смотри, все это, пронумерованные. Ну, вакцина, вакцина есть. Вакцина есть, да? Бар, уважается. Вот видите, барашки, вот там, которые стоят 50 тысяч у вас. Можно сейчас ему гнало 25-30, но тебя будет много удаст. Вот лагерь, короче. Да, только у нас туда, что там, вход платный, наверное, да? Граница, что, все, кончил? Чего нет, университет он там. Так, тенечек чуть-чуть. Вот и лагерь рассвет. Там он озеро, вот там. Вот оно, это озеро, перед лагерем. Здесь, помню, был железный катамаран. Или не катамаран, а железный какой-то плод. Да, сколько же я лет здесь не был в этом месте. Обалдеть. Неужели я приехал? Пойдем, Андрюш. Час. А это памятное для меня место. Раньше мы здесь всегда начинали свои походы в горы, оставляли свои автомобили, снаряжались рюкзаками и дружно топали вперед. Опа. Опа. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Раньше был рабочий, функционировал. Сейчас, как видите, все тут заброшено. Вся плитка пообвалилась. Никому он стал не нужен. Никто за ним не смотрит. Буду выкладывать в YouTube. Многим интересно, наверное. Раньше же все это было. Все здесь были. Отдыхали. Кого-то ностальгия может быть. Вот, короче, наш гид местный. Алейкум ассалам. Расскажите, пожалуйста, о казахстанских широтах, прохторах. Как сами видите, природа, горы, чистый воздух, чистая вода родниковая. Вот, и все, о чем могу сказать. Все, что нужно для здоровья. Согласен. Спасибо за приглашение. Обязательно приедем. Вот он, арбузом, да? Арбуз идет. Арбуз, ты что так долго идешь? Тебе помочь? Еще скажи, Андрюх. Русский цыган и казах с травем, да? Да. С одним арбузом. Нормально, что... Блин, надо когда будем уходить, еще раз, наверное, рвать. Вот, и яблочки нападали. Попробуем. Сладенькое. Угу. Вот корпуса от лагеря. Помню, мы как-то даже ночевали здесь. Там озеро должно быть еще, и этот егерь должен жить. Оп, оп, оп. Попробуем. 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 посещение территории без разрешения запрещено вода по низу идет чего его дома нету что ли были были сулим о сулим чего-то давай здесь сядем до водопадов по ходу без разрешения лучше не ходить чаю подойду как тут все поменялось просто вообще просто некуда все изменилось как пацаны арбуз теплый но вкусный это отлично рахмет да вкусно в общем сходил я до озера через весь лагерь прошел до водопадов не стал идти потому что там объявление что зона покоя животного мира без разрешения нельзя проходить по пути никого не встретил егеря тоже не видел хотел узнать можно ли до водопадов пройти но без разрешения не осмелился идти потому что сейчас там непонятно пограничная зона киргизия казахстан там погранцы могут быть лучше конечно же у егеря спросить можно ли идти нельзя в общем не лезть на рожон как говорить а так можно было пройти там горы обалденные водопады есть два водопада такие приличные идти в принципе недалеко минут 40 от лагеря раньше много было туристов отдыхающих летом весной народу было много посещаемость была большая водопада тоже были посещаем но сейчас увы ребят я не могу сказать к сожалению в этот раз не удалось попасть на водопады но зато его себе в архиве нашел съемки 2008 и 9 года в те годы не было границы и можно было спокойно ходить и в горы и на водопады сразу извиняюсь за качество видосика тогда техника была совсем другая что вы братьев как это вот твои вот твой рюкзачок я просто показать чё у нас будет вот я родничок нашел я родничок нашел никакой тишина давай 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 Смотри, какой костёр! Первый день, мы поставили палатку, шикарное жилище для турпоходов. А теперь посмотрите на него. Шикарные горы, не правда ли? Смотрели вы такие увидите, и дальше по телевизору. Это редко все, друзья. Теперь кто не ходит, только молодцы пришли. Первоходцы, да? Туда невозможно. Покажи им обрыв, на который мы залезли. Вот этот путь. Вы не поверите, что нам пришлось пережить. А вон там водопад третий. Вот водопад. 161-й. Вот он течёт, короче. Ну, всю жизнь так течёт. Но течёт же. Вот это горы, а. Обалдеть. Вот такие вот места здесь шикарные. Природа обалденная. Воздух чистый. Небо, правда, пасмурное. Но ничего. Вокруг скалы я же стою здесь. Вот посмотри-то. Скалы. Скалы. Молодец. Правильно. Место дислокации. С гор спустились, да? А мы. Устали, да. Подстали. Устали без базаров. Вот так, в принципе, вся команда чувствует себя. Я домой хочу. О. Это наш, короче, этот. О. Лучок тут. Топи, 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 топи. Сейчас лучок обрянем, и мы такое шашлык замутим с этим лучком. А вот тут у нас будет столовая, короче, в общем, мы тут будем пытаться. Вот это наш дом. А там дальше полка. А там водопад. Вон там водопад. Вон там. Ого. Четыре дня, ну, процессовались. Тусовались. Че только не видели, вы узнали, как. Дорога домой. Все увидели. А я вперед пролечу. Там ударные нарды здесь, да? Да. Нарды. Как вы видели? Да. Витей чуть-чуть летит давно. Вот тема, да, ребята? Классно отдохнули. Бля, мне до сих пор я в шоке. Как мы так смогли бы? Все. Стоп-кадр. Всем пока. Мы, короче, едем домой, да? Да. Все. Так. Вот здесь мы отдыхаем сегодня. Дорога ползает. А? А? Ну и че нас вырабатывали? Че? Никто привет не хочет никому передать. На тусик. Да я так ролик делаю, на видео. Ночью было очень тепло сегодня. Один Виталик, с ними Виталик. А он один с лопатой ходит. Дрова рыпит. А все стоят. Фото сделают. Виталик, че ты в Таджикистан там? Привет бабушке, прабабушке. Не хочешь перейдеть? Дереги, ты да ну. Давай. Не было же минут пять назад. Сейчас смотри, как получилось. Вот там тоже Хогачева накутал. Да, ништяк он тут. А вон он наш лагерь. Вот ущелье Тюбфаны Красивые Че, в лес пойдем? Ох ты Красота Пещера Перезодка тут вообще обалденная Вот я прям над колой стою Речка течет Ну это тропиночка на третий водопад Пекалы Вот тут местечко фрикционное Классно Классно Вон третий водопад Вон третий водопад Классно Р Jasто Тетий Д finals Тетий Я посмотрю в голову, как он под камень, да, допустим? А мы еще не просидали половину. Все, все, приехали, да? Привайл! Первые 100 метров показали. Оператору, оператору место. Оператор должен быть всегда рядом. Да, да. Ну ты что, идешь, нет? Да, пошли. С элементами переправы. Все другу помогают, все друг с ним, как никогда. Дорогь сближает. Вас снимает вскрытая камера. Ну давай, все. Пуль. Заходь, заходь, заходи, сразу другую на камень. Все. Я вас всех снимаю. Видео на память. Кого меня снимает? Эм, инказад. О, в веточке, а? Что, братцы, вы проходите, да? Все, вот мы отдохнули. Теперь уходим домой. Теперь уходим домой. Седьмой орел. Четверт. Седьмой орел. Как круто. Ребята, ваше впечатление. Впечатлений было много, но особо хотелось выделить. Это необычайный дух команды. Мы делали все, словно одно целое. Видео на память. Пошел второй. Первый пошел. Третий пошел. Ну, а теперь я сам пошел. Ребята, подписывайтесь на мой канал. Комментируйте. Ставьте лайки. Хотел, конечно же, для вас заснять вместе с водопадом. С водопадами, вернее. Но не получилось. В общем, здесь красотища. Воздух горный, чистый. Но дорога до лагеря разбитая вся, автомобильная. Больше полпути идет вдоль границы по накатанной дороге. Она даже размытая местами. Бездорожье полнейшее. Хорошая дорога, по которой мы раньше ездили, она сейчас на стороне Киргизии. Либо она в нейтральной зоне. Давно я мечтал съездить в рассвет. В этом году получилось. И то мы пробрались технично сюда. Перелезли через забор. Машину бросили возле въезда. Дошли. Скушали арбуз. Возвращаемся обратно. Сейчас, может быть, на обратном пути встречу кого-нибудь из персонала лагеря. Если встречу, то спрошу. Можно ли добраться до водопада? Но, скорее всего, нельзя. Либо, может быть, уплатить какую-нибудь денежку. Но об этом ничего не известно. А где вы проходили? А? А. А. Нормально. Нормально, нормально. А вот родничок наш. Я думаю, каждый здесь, посещающий этот лагерь, набирал здесь водичку. Кто помнит, поставьте лайк. Что-то быстро падает в бус. И, кажется, еще здесь была сцена раньше. Да, да, вот она. Вот сцена. Здесь проходили разные мероприятия. Когда-то здесь выступали отряды, дети и их вожатые. Кто помнит, пожалуйста, поставьте лайк, поддержите комментарием. Вот такая вот была сцена. А там бассейн. Мы отсюда транслировались. Видать, фильмы разные. Я думаю, в советские времена все отдыхающие хорошо помнят об этом. Сейчас, к сожалению, времена поменялись. Все поменялось. Все заброшенное стало. Очень жаль, конечно. Но ничего не поделаешь. Такова судьба. Здесь когда-то была дискотека. Все отряды собирались по вечерам здесь. И в них были танцы. Все зажигали здесь. Да. Ностальджи. Ностальгия очень сильная. Верните меня обратно, люди. А это столовая впереди. Вот даже написано Ацхана. Когда-то все здесь питались. В общем, вот такой вот мини-обзорчик вам. Постарался специально для вас. Для тех, кто когда-то здесь отдыхал. Да и просто приезжал в горы сходить. На водопады сходить. Сейчас вот вам небольшое видео. Фрагмент. Про лагерь рассвет. Еще раз хочу напомнить. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Обязательно комментируйте. Ведь ваша активность поможет в продвижении моего канала. И много людей смогут увидеть эти места. Я поднялся, где столовая. Не иду по лагерю, потому что там что-то собаки какие-то лаят. В общем, иду по обходной дороге, по верху лагеря. Неизвестно там, что за собачки. Могут еще и напасть. Парни там ушли. Что-то их не могу найти. Интересно, они по верху пошли или по низу. Парни там ушли. хорош 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 не ладь не лая на меня хорош хорош сулим салам алейкум можно пройти не тронет мы там были думал ты там а ты сейчас здесь помнишь мы лет что-то 7 8 назад до приезжали каждый год много приезжает до всех запомнить форм и вообще это интересно хочу все забросили кто тебе сказал не дальше на прошлом ворота закрыты здесь есть платный понял если отдохнуть хоть и кайфануть хоть и порыбачить хоть и а порыбачить не тут есть рыба я же нормально рыбам эти горная форель когда вроде а это самое до водопадов сейчас что нельзя ходить да но там таблички же вот перед выходом на озеро я же тебе только сказал платный тут есть ты заплатил тысячи деньги хоть короче за водопад сегодня ну я и узнаю как бы я же не знаю сколько лет уже здесь не был и там у меня на роднике есть люди которые приезжают по три-четыре дня кайфую там стол стоит у них короче все дела короче ну в основном это ребята спортсмены отлично а родник это что да да в правое ущелье да вроде да 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 пожалуйста хочешь заехать помню заплатить а сейчас я тебе сфотографировали общаться с тобой не беседует сейчас я могу тебе оштрафовать понял ты сейчас я тебе могу создать великую проблему я не такой что я знаешь тебя вратами мы ставим нормально все я просто сейчас на разведку приехал много лет здесь не был но и походу и на стыковка сразу ничего не уйдем это надо удочку кинуть потом много а то что этот маринка белый самый большой такой нормально вас как зовут или сулень короче 1000 тенге с человека все понял водопады сейчас как слабенькие до уже так все отлично чуть стартанем да ладно сулень все я туда заеду да как бог даст приедем чё рад бы увидите обратно все как пройдем салам алейх скотину тут нужно почти одно раздолье а это помоется главное что не ударило ничем что это не уходить что это не уходить лучше не опасно да корову вот все еще и а а а а По какашкам, по камням Давай, 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 отходи, ну-ка Субтитры сделал DimaTorzok